Привет, молодой человек! Я Шок. И сегодня мы будем играть в ту версию CS GO, в которую я пришел. Та версия CS GO, которая меня впечатлила и в которую я влюбился. CS GO 2014 года. Как выглядела CS GO 6 лет назад? Какие звуки были у USP? Как выглядел инвентарь CS GO? И что было с Коплстоуном ранее? Прямо сейчас это все будет в этом ролике, но перед тем как мы начнем, не забываем, что в названии карты Коплстоун 18 букв. Поэтому 18 тысяч лайков прямо сейчас, чуваки. Спасибо большое всем, а мы приступаем. Прямо сейчас мы в CS GO и это родной интерфейс, тот, который мы все любим, но он уже устаревший. Как бы не было, но он устарел. И самое главное, посмотрите какой тут акцент названия. Если сейчас звание еле как видно, если ненавистить его вообще не будет видно, то здесь оно на главной страничке. И оно никогда не пропадет. Что у нас дальше? Друзья, большой акцент, очень многое занимает место. Но это было удобно, я приглашал каждого второго. Это было интересно. Дальше. Новости, которые вообще никогда не читал. Здесь были купоны, акции. Сейчас это помещено в нижнюю часть. И я ни разу туда не тыкал. И тогда не тыкал. Вообще кто тыкает по этим акциям? Я вот серьезно без понятия. Так, и сейчас самое главное, это гребаный инвентарь. Да, именно так он выглядел. Именно так, именно так. Я хочу сделать контракт. А как сделать контракт? У меня есть некоторые вопросы. Сейчас удалить предмет можно только кейс. Либо что-то подобное, это очень дешевое. Второе. Тут не отображаются скины, которые добавили здесь после 2014 года. В 2014 году не было драголора, и он выглядит именно так. Это забавно. Но Оргин Змей, это один из самых первых скинов в CSGO. Азимов, еще один Азимов. Градиент. Это все было. Это все было. Это впечатляет. Это, кстати, один из самых первых ножей. Он был очень хайповый. Хорошо, что он остался. Пламя, старенький скин. И, кстати, самое забавное, что если поставить накреку, которой нет в 2014 году, и сейчас игра должна вылететь. Ну, она не вылетела, но вот как она выглядит. Я бы налепил бы на драголор. Это выглядит забавно. Я покупаю Феникс. Да. Открыть можно? Хм, о, контракт. О, вау. Короче, я допер, почему я не мог делать контракты. Я делал из тех скинов, которые нельзя использовать. Но эти скины, они были в 2014 году, и контракт сделать все-таки можно. Слушайте, у меня есть одна идея. А что если скрафтить старый скин в старый CSGO? И давайте сделаем это с АВП Азимов. Погнали. Короче, пацаны, я немножечко ошибся. Продал ножик. Купил антиквариаты. А в итоге их просто не видно здесь. В новой версии они не отображаются. У меня нет ни одного кейса. Я просто потерял бабки. Все с тобой ясно. Так, прямой эфир. Ваши матчи. Загружена. Трансляции. Статистика. Так, тут ничего интересного. Настройки. Здесь тоже ничего интересного. Все, давайте заходить на сервер. Мы его создали на Сабишоке. Прямо сейчас я бегаю по Миражу 14-го года. И знаете ли вы, разницу ноль. Шесть лет, как минимум, этот Мираж не обновлялся адекватно. Это одна из причин, почему это скоро должно исправиться. Насчет текстур. Это почему-то черное. Это так же. Вообще все одинаковое. Просто все. Знаете где изменения? В китчине. Вентиляция. Двойные окошки. И... И просто все. Вот в браво вообще ничего нет. И напоминаю. Карта 14-го года. Я прямо сейчас поставил ту карту, о которой вообще, наверное, единицы только знают. Олды. Это Декоблстоун. Такая самая карта легендарная, которую убирали, исправляли 100 раз. Но вот как она выглядела в 14-м году. Так. Ну что ж. Посмотрим, как она выглядела. А тут очень много изменений. Просто от начала до конца. Посмотрите на этот огромный тест спаун. Кстати, как стреляет так? Ну... Быстренько, быстренько. Нормально. Выходя с б-сайта, какие-то здесь лабиринты. И сразу... И сразу... Какой же огромный сайт. Какая же она огромная, господи. Честно, давайте говорить по факту. Когда я играл в 14-м году в CSGO, я не играл на Кублстоне. Пару раз заходил, мне эта карта не нравилась тем, что она слишком большая, сложная и непонятная. И вот я это помню очень сильно. Но она какая... Она чем-то цепляет. Очень красиво. Правда, очень красиво. Кидаем флэш. Тут, кстати, можно осмотреть оружие. Так, здесь пока мало чего изменилось. И вот, начинается. Помните мультики Кенниса? Нет двери. Нет машинки. Более открытый сайт. И больше. Так, кидаем в смог. Я не знаю, где я чел последний. Очень красиво. Кублстон очень хорошая карта. Я жду ее возвращения. Сейчас, смотри, USP звук. Готовы? Готовы все услышать, как звучал USP? Такой был трэш, чувак, когда ей это убрали. Стоп, подожди. Он не так должен звучать. Это не USP. Чувак, это не USP. Дай мне этот USP. Вот, у тебя настоящий звук. Да, вот USP. А ну, стрелись с этого оружия. Что это? У тебя тоже бага на звук какой-то? Да, да, да. Это такая звук сломанная какая-то. Скорее всего, Севера не получится на этой версии, потому что реально багается. Игра очень часто. У нас черрики выходят. В 2012 году игра была лучше. Ну, именно по сборке. Так, смотрим звук. Такой приятный кайф. Раньше я это не ценил, правда. Вот так выглядел кэш в 2014 году. На самом деле, это было прям недавно, как... То есть, год назад, если не ошибаюсь, такой кэш и был. Поэтому никакого эффекта и ностальгии у меня сейчас нет. Так, слушайте. Если смотреть по миникарте, оверпасс изменился очень люто. Т-сайт на оверпассе не изменился. Но, как только мы заходим ближе к коннектору, мы видим, что его просто нет. У нас сразу открытие на площадку и на миддл. Он намного теснее. Здесь лев против занимается съемками. Ничего не изменилось. Шарики остались те же. Выход на коннектор. Но нет выхода на эту базу. Сразу на сайт через хелпу. Хммм. Лютые изменения, кстати, сейчас происходят. Если так было, этот чел не понимает, что происходит. Вот именно здесь, на сайте, у нас ничего не изменилось. Вот вообще ничего. Монстр остался тем же. На шарку. Выход на лонг. Вышли, прохода нет, смотри. Да, прохода нет. Смотри, в банк нельзя зайти. Да. Хорош. И сайт намного больше. Можно находиться вообще вот здесь. Что-то видишь, что у всех вылетает. Забей. В этой версии нельзя сервис сделать. Она лагает очень сильно. Ну а сейчас ностальгия. Помните, как здесь? Фнатик сделали читерский мув. И после этого были разбирательства против LVLC. Я вам сейчас покажу. Судя по инферно, здесь тоже мало что изменилось за два года. Все тот же, интересный, мрачный. Да инферно. Как только я прошел сейчас на банане, я вспомнил тот самый момент от Хэппи. О, да. Ну, с примером так, только в пять раз лучше. Кстати, и не могу не пропустить момент, когда ты осматриваешь какие-то скины. Это очень зачетно. Сейчас нет того эффекта. Это 100%. Я очень сильно хотел сделать здесь открытие кейсов, но оно не получается вовсе. Но контракт здесь можно сделать. Но когда я покупаю скины, они не отображаются в этой игре. По очень странной причине. Я сейчас зашел в CSGO новую. И на самом-то деле, что я могу сказать? Лучше стало ли хуже? Сказать, что хуже я не смогу. В начале нам это не нравилось. Ни в коем случае. Но сейчас мы можем понимать, что стало лучше. Это дело привычки, наверное. Ко всему человек привыкает. Вот, видите, я этот кейс купил, но его нет в старых CSGO. Давайте, чтобы не терял бы эти антиквариаты, я сделаю прямо сейчас этот контракт. И мы получим АУП Азимов тот самый, который был в 2014 году. Один из самых дорогих, крутых и пафосных. Ладно, давайте АУП Азимов скратим. Да. После полевых же? Да. Я не знаю, сколько я сейчас потерял или заработал. Я купил по 6 долларов антиквариаты. Это у нас получается 60 долларов. И мы получили сколько? 76. Плюс 16 долларов. Я думаю, что это неплохо. Хороший конец этого ролика. Ребята, это был CSGO 2014 года. По-братски. Не обижайтесь, но сервер не получится сделать на этой версии. Она очень баганая. Как только покупаешь дикл, сервер крашится и всех кикает. Когда убиваешь кого-то с калаша, тебя кикает. Из-за того, что в этой версии игры уже есть скины. Когда ты играешь со своими скинами, она не понимает, что происходит. И она тоже выкидывает. В общем, там дисциплина должна быть максимальная. Ее не будет. Поэтому лучше не запускать. Лучше не тревожить ваши нервы. Серверов CSGO 2014 года мы делать не будем. Но если есть из вас люди, которым нечего делать и вы хотите порофлить, то можете создать сервер и мы сможем его промониторить на себе шоке. Это был CSGO 2014 года. Я не думаю, что если я зайду и посмотрю CSGO 2017 года, там будет что-то интересное. Мне кажется, такого уже не будет. За 4 года там уже мало изменений. Поэтому, наверное, это конец. Конец ностальгии. Как-то так. Спасибо за подписку. У нас совсем скоро уже 8 миллионов. Ты можешь подписаться и ускорить этот процесс. Ну а слева появился такой вот ролик, где рассказывается, как выглядела CSGO в 2012 году. Ей был годик. Как она выглядела? Посмотрю прямо сейчас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok